Весенняя неделя добра уже стала для Сарова традиционной. Школьники, студенты, пенсионеры, сотрудники предприятия и организации объединяются, чтобы сделать наш город чуточку лучше, подарить улыбки и хорошее настроение окружающим. В этом году акция пройдет с 20 по 28 апреля. Очень большое количество мероприятий на эту неделю запланировано. Среди них это, разумеется, свотники, чистые игры, дни чистоты, которые у нас в городе проводятся ежегодно по два раза. Это акции, направленные на сбор помощи животным, бездомным. Это мастер-классы для детей с ОВЗ. Принять участие в неделе добра просто. Сделайте доброе дело, сфотографируйте это или снимите короткое видео и выложите в соцсети с хэштегом «Недель Добра Саров». Также можно зарегистрироваться на платформе добру.ру, выбрать там подходящую волонтерскую вакансию и присоединиться. Кстати, за участие в акции добровольцам проставляют часы волонтерской книжки. Напомним, за это некоторые УЛЗы дают дополнительные баллы при поступлении. Если вы желаете принять участие в какой-либо акции, то есть студенческий десант или другие какие-то, вы всегда можете обратиться по номеру 99113. Мы как бы, так сказать, связующее звено между всеми остальными объединениями города. То есть по всем интересующим вопросам 99113, универсальный номер, мы вас ждем. Завершится «Недель Добра» торжественным мероприятием, на котором подведут итоги и наградят победителей. Но на этом «Добрые дела» не закончатся. 28 апреля дадут старт марафону «Город единства непохожих». Его цель – оказать адресную помощь молодежи с ОВЗ. Марафон проходит в городе уже 17 лет. За это время к нему присоединилось более 15 тысяч человек. Благодаря им удалось приобрести тренажеры для спортсменов с нарушениями слуха, оборудование для слепого вокалиста клуба «Лотос». Издали литературно-поэтический сборник «Разные миры». Марафон представляет собой цикл мероприятий. То есть будет разработан план, по которому будет осуществляться и прохождение мероприятий. То есть это будет, скорее всего, благотворительный футбольный матч, который, опять же, мы на протяжении многих лет проводим. Это будут концерты, благотворительный спектакль. Я думаю, что мы еще обязательно в молодежном центре проведем. Благополучателей этого года еще предстоит определить. Марафон «Город единственно непохожих» продлится до декабря. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.